В моих руках еще запечатанная коробка с надписью Jeshua. Этот бренд известен активной продажей рефабов видеокарт. Но в этом красивом серебристом пакете не очередная умайненная RX. Это вообще видеокарта не для обычных пользователей, а наследие, оставшееся нам после майнинга. NVIDIA назвала ее CMP40HX, я называю RTX 2070 за 9000 рублей. И возможно мы сейчас откроем ящик Пандоры, потому что RTX 2070 даже после майнинга стоит минимум в два раза дороже. На ютубе нет обзоров на эти карты, ну не от майнеров. Давайте так, если окажется, что это работает, на что я очень надеюсь, мы разыграем эту 2070 среди подписчиков нашей телеги. Если нет, ну поставлю ее на полочку. Сегодня я расскажу, как превратить любую видеокарту для майнинга в обычную, на каких системах заработают такие CMP видеокарты, и какие есть подводные камни. В общем, на связи МК. Сегодня занимаемся моддингом драйверов. Поехали! Не важно, какая видеокарта стоит в вашем ПК. Для многих задач в мощности обычного домашнего компьютера не хватит. Да и надежность у него так себе, если вы собираетесь запускать свой сайт или приложение, размещать базы данных и выполнять другие сложные задачи. Но вот что точно подойдет, так это выделенные серверы от Selectel. В Selectel вы можете собрать кастомный сервер как конструктор, который идеально подойдет для решения конкретно вашей задачи. Выбирайте нужные комплектующие, например, одну из 30 моделей процессоров, нужную видеокарту и все диски. Все это буквально в пару кликов в панели управления myselectel.ru. Конфигуратор настроен так, чтобы помочь вам выбрать оптимальный состав сервера. А специалисты на этапе проверки заказа помогут его сбалансировать. Кстати, сборка займет от одного дня, где вы еще так быстро найдете актуальное серверное железо, в том числе процессоры Intel и AMD последних поколений. Есть автоустановка операционной системы, которая ускорит процесс подготовки сервера к работе. Selectel отвечает за его стабильную работу, обеспечивает защиту от DDoS-атак и соответствует 152FZ. То есть вы можете хранить персональные данные на серверах провайдера. Переходите по ссылке в описании, сканируйте QR-код и соберите кастомный сервер в панели myselectel.ru. Пока распаковываю, расскажу вам небольшую историю. В середине второго бума майнинга Nvidia решила, что мало нагибает геймеров и надо еще больше заработать на майнерах. Так родилась линейка видеокарт CMP, которая, со слов компании, не подойдет для игр. Фактически, это обычные десктопные карты типа RTX 2070 или 3080, но с отключенными видеовыходами, порезанными драйверами и шиной PCI-Express. Для добычи виртуальных монеток все это абсолютно не важно, а вот геймеров нужно лишить любой возможности брать такие карточки. Вышло неловко, но майнерам они тоже оказались не нужны. Обычные видеокарты после использования можно легко загнать на авито, а вот CMP после очередного неминуемого спада отправляются на полки. В общем, брали их неохотно, а те, кто купил, толком не успели на них заработать. Доходность падала, а позже, как вы знаете, все схлопнулось. И сейчас такими майнинг-картами Алик просто завален. Они продаются по бросовым ценам, но мы решили остановиться на среднем уровне. Так что встречайте, G-Shock Gaming CMP40HX за 8-9 тысяч рублей, которая на самом деле обычный Asus, а по чипу фактически все еще достаточно мощная RTX 2070, которая выступает в играх на уровне 12-гиговой RTX 3060. И при этом, в отличие от обычных RTX 20, которые копали во вторую волну от звонка до звонка, майнинг-версия вышла лишь в середине 2021 года, то есть она молода, а значит меньше трудилась. Наш экземпляр имел лишь легкий налет пыли на обратной стороне вентиляторов. И такое впечатление, что она больше лежала на полке, чем копала в Риге. Найти в таком же состоянии RTX 2070, которое вышло 5 лет назад, как говорил классик, вероятность крайне мала. Но чтобы заставить работать ее правильно, пришлось потратить 3 дня, переводить китайский, общаться с итальянцем, привлечь двух ремонтников, а потом понять, что дело было на 10 минут работы. Как вы уже заметили, у карты вместо HDMI пустота. И это логично, зачем Nvidia платить лицензионный сбор за этот выход, если он не пригодится. Но вот опенсорсный DP есть, и мы надеялись, что он сработает. Но Nvidia отключила его программно в прошивке самого чипа. Увы, включить не получилось, поэтому понадобится вторая карта. Интегряжка в процессоре отлично подойдет. В принципе, можно использовать для вывода картинки любую другую, даже самую дешевую дискретку, но в таком случае нужна большая материнская плата, в которой трехслотовая CMP-карточка не перегородит нижний чипсетный порт PCI-Express. Дальше проще. Подключаем монитор к материнской плате, загружаем компьютер и радуемся тому, что в диспетчере устройств есть как интегрированная графика, так и наша майнинг-карта. Я думаю, внимательные зрители уже обнаружили, что карта в GPU-Z мало того, что не имеет множества так необходимых играм галочек, но и работает лишь через 4 линии PCI-Express, да еще и стандарта 1.1. Обычная RTX 2070 подключается через 16 линий стандарта PCI-Express 3.0. Иными словами, пропускная способность шины аж в 16 раз ниже нужной. И разумеется, это крайне больно бьет по производительности. В том же Cyberpunk наша майнинг-версия выступает на уровне GTX 1650, но забегая вперед, мы победили. Вот сравнение Cyberpunk'а с PCI-Express X4 и X16. Так что карту мы разыграем в телеге. Вернемся. Как исправить PCI-Express? Первое, что приходит на ум, это программное ограничение. Тем более GPU-Z видит, что карта умеет работать с 16 линиями. И нам бы задуматься, почему так? Но мы не ищем легких путей, поэтому я потратил целый день на перебор патченных драйверов для SMP-карт, коих развелось очень много. Однако ни один из них не помог. Карта все так же упорно работала только через 4 линии PCI-Express 1.1. Логичный вывод – ограничение со стороны BIOS. В базе TechPowerUp был найден видео BIOS с интересной подписью. CXPatch40HX. Помню, что один из модифицированных драйверов как раз сменил название карты в GPU-Z именно на такое. Мы сложили дважды два и пришли к выводу, что нужен патченный BIOS и патченный драйвер. Но вот незадача. NVFlash, утилита для прошивки видео BIOS в карт NVIDIA, ругалась на то, что зашиваемый BIOS идентичен текущему. Это опять был хороший звоночек, но так просто мы сдаваться не привыкли, и было решено залить эту прошивку напрямую в чип BIOS. Так как программатора под рукой не было, пришлось ехать в мастерскую к уже знакомому по ролику про сервисные центры мастеру, который заметно подкачался к лету. Однако у него оказался программатор только для BIOS материнских плат, который подает питание на чип в 3.3 вольта, тогда как BIOS видеокарты нужен 1.8. Чтобы не спалить мозги, я поехал к другому ремонтнику, который уже без проблем выпаял чип, залил в него нужную прошивку и ничего не изменилось. Все те же четыре линии PCI-Express с модифицированным BIOS и драйвером. Сравнив дамп родного BIOS с модифицированным, мы поняли, что NVFlash не врал, это действительно абсолютно одинаковые прошивки. Зачем его залили на TechPowerUp с подписью Патч, вопрос открыт. Я уже расстроился и смирился с тем, что наш эксперимент оказался неудачным. Четыре линии предел для этой карты. Но после поисков в недрах YouTube был найден канал итальянского мастера, который смог добиться от ровно такой же карты всех 16 линий. Но как, на видео показано не было. Помогла личная переписка, в которой ремонтник указал на очевидный момент, который напрашивался с самого начала. Раз GPU-Z видит, что карта может работать через 16 линий, а на деле работает через 4, значит это ограничение не видеочипа, а самой платы. А как проще все это провернуть? Выпоить фильтрующие конденсаторы по всем линиям PCI-Express после четвертой. И так оказалось. Физически коннектор X16, от видеочипа идут все 16 линий, но до коннектора не доходят, так как не хватает копеечных кондеров стандарта 0402 на 220 нанофарад. Nvidia не стала изобретать паровоз и колхозить программные ограничения, провернув простой трюк с аппаратным урезанием. Дальше все просто. Та же мастерская, запайка нужных конденсаторов с мертвой GTX 1080 и вуаля. Все 16 линий действительно активны. Правда ложка дегтя все равно остается. Эти линии стандарта 1.1, то есть подключение эквивалентно лишь 4 линиям PCI-Express 3.0. Но наши тесты далее показали, что это не сильно бьет по производительности. Около 10%. Разумеется, если не выходить за пределы видеобуфера. Здесь он 8 гигабайт, что для 2070 вполне хватает. Так что на деле, как мы дальше покажем, проблем никаких не будет. Остается последний шаг. Нужно превратить CMP40HX в RTX 2070. Тут все просто. На GitHub есть специальный патчер, который умеет модифицировать родные драйвера NVIDIA так, чтобы CMP-карты получали возможность работы с OpenGL, Vulkan и прочими технологиями, которые нужны программам и играм. Качаем обычный драйвер с сайта NVIDIA, распаковываем его .exe архиватором, закидываем в получившуюся папку все файлы патчера и запускаем процесс модификации через patch.bat от имени администратора. Через утилиту DDU удаляем драйвер видеокарты. Нужно добиться того, чтобы в диспетчере устройств карта отображалась просто как 3D-контроллер. После этого ставим драйвер вручную, указав путь в папке с модом. И если все проделано правильно, CMP-карта превратится в обычный RTX. Итого еще раз кратко. Чтобы запустить SMP-видеокарту, потребуется ПК с интегрированной графикой или второй дискреткой, а также ровные руки или ремонтник, который запаяет недостающие конденсаторы. Стоимость такого шаманства составит около 1-2 тысяч рублей. Ну и под конец нужно модифицировать драйвер. Проделав все это, ПК фактически превратится в ноутбук с технологией NVIDIA Optimus, где дискретная SMP выступает как видеоускоритель. Также при выводе картинки через интегряжку стоит помнить, что не будет работать NVIDIA G-Sync, а AMD FreeSync заработает только на красных встройках. Если же процессор от Intel на HD Graphics не будет работать ни одна технология синхронизации кадров. Исправить это можно только подключением второй дискретной графики, которая поддерживает или G-Sync, или FreeSync. Кроме того, видеопорты на материнской плате редко бывают самых новых версий, поэтому вполне возможно, что вывести даже 1440p при 144 Гц не получится, и будет как у меня ограничение в 60 Гц. Теперь наконец приступим к тестам. Начнем с синтетики. В 3DMark Time Spy карта набирает чуть больше 8100 графических попугаев, когда нормальная 2070 набирает около 8700, то есть потеря производительности чуть меньше 10%. С учетом того, что у CMP40HX изначально на 10% меньше ядер CUDA, чем у 2070, результат выглядит логичным, и узкая шина PCI-Express 1.1, скорее всего, практически не сказывается. В вычислительных задачах загрузить работу эту карточку можно без проблем. В премьере она отлично подключается, и этот ролик от Edo был отмонтирован и срендерен именно на китайской RTX 2070, абсолютно без каких-то проблем. Я 4 дня полноценно работал на этой карте, в том числе в фотошопе, а вот с блендером ситуация интересная. Отрендерить сцену Classroom на карте можно, и результат при включении ускорения CUDA идентичен обычной RTX 2070, почти минута. Но если включить более продвинутый рендер Optics, который специально оптимизирован под RTX карты, происходят странные вещи. Наша CMP карта считает сцену чуть больше минуты, тогда как честная 2070 почти вдвое быстрее. Это намекает на то, что у карты явно не полная реализация или трассировки лучей или тензорных ядер. Смотрим на игры. Начнем сразу с хардкора, Cyberpunk 2077, и хотя карта формально RTX серии, опции включения DLSS в настройках на самостоятельно патченных драйверах нет. Так что, судя по всему, с тензорами у карты реально проблема. Перебрав еще несколько драйверов, удалось активировать умное сглаживание на версии SUX. Правда, результат удивил. Технология, которая должна увеличивать производительность, на деле роняет ее на 30-40%. Более того, при активации DLSS внизу экрана появляется необычная надпись о версии и разрешении работы этого сглаживания, что намекает на окно разработчиков. Игра при этом лицензия, не пиратка. Почему так происходит, точно неизвестно, но есть пару предположений. После модификации карта лишь формально становится RTX 2070. На деле и драйверы, и GeForce Experience отлично видят, что это CMP и урезают возможности. Изменить такую несправедливость нельзя, так как ID чипа намертво зашит в нем самом, так что в итоге DLSS нормально работать не будет, как и оверлей с записью экрана. Вполне может быть, что для майнинговых карт Nvidia порезала количество тензорных блоков в GPU, или же банально использовала бракованные чипы, где все блоки не получилось завести. В любом случае факт остается фактом, любые задачи, связанные с тензорами, на такой недо RTX 2070 нормально не работают. Но что еще более интересно, сглаживание Intel XESS тоже отказалось нормально работать, так что единственный вариант это AMD FSR. Вот такая ирония. Но качество картинки с ним конечно страдает. В киберпанке отлично виден гостинг от движущейся машины. Тут возможности две. Если такие артефакты и легкое мыло не мешают, можно замахнуться на впечатляющие настройки с FSR в качестве. В таком случае кадры уходят за 60 и играть комфортно. Если хочется кристально четкой картинки без размытия, можно опуститься до высоких настроек. В таком случае FPS около 75. При желании можно прикоснуться и к лучам Хуанга, судя по всему RT ядра работают как надо, с минимальной трассировкой кадры около 55. В атомном сердце снова два пути. Можно активировать FSR на качество. В таком режиме на максимально атомных настройках графики получится около 60 FPS, но с легким мылом. Или же вообще отказаться от восстанавливающего сглаживания. Все-таки RTX 2070 еще далеко не старушка. И даже без всяких масштабирований, FPS около 50, что вполне играбельно. В обоих случаях играть комфортно, никаких багов, статтеров или артефактов нет и близко. Карта грузится на полную, удерживает нормальные частоты в 1800-1900 МГц, а сам результат в целом снова на 10-15% ниже, чем у обычной RTX 2070. В солнечном Far Cry 6 на максимальных настройках графики в Full HD нет абсолютно никакого смысла включать FSR, так как FPS в среднем за 70 кадров. Никаких артефактов или проблем с производительностью. Результат в бенчмарке игры буквально на 5 кадров ниже, чем у обычной RTX 2070. Так что в этой игре узкая шина и чуть меньшее количество CUDA практически не сказываются. В гоночной Forza Horizon 5 DLSS снова не активен, но здесь он и не нужен. Даже на экстремальных настройках графики в Full HD кадры уходят за 50, чего для аркадной гонки более чем достаточно. Конечно, если хочется чуть больше FPS, можно или использовать FSR, или снизить настройки до высоких. В таком случае картинка портится слабо, а FPS улетает за 70. В целом результат снова где-то на 10% хуже, чем у обычной RTX 2070. Зададим жару по максимуму. Black Tail Requiem одна из самых красивых и тяжелых игр современности. Тут, конечно, помог DLSS, но увы. А без умного сглаживания, на ультра настройках графики, без трассировки, FPS около 35-50, сравнимо с обычной RTX 2070. Для такой игры этого достаточно, но если хочется больше, можно снизить графику до среднего. FPS в таком случае вырастет до 60-80. Ну и под конец, раз уж на тестовом SSD стоят танки, немного онлайна. После тяжелых игр и так понятно, что у китайской 2070 проблем с киберспортом не будет. Так и оказалось. Даже в разрешении 1440p, или как я люблю говорить 2К, на ультра настройках графики, FPS улетает к сотне кадров. Так что танкистам на максималках такая модифицированная карта отлично подойдет. Изначально желание превратить SMP 40HX в полноценную 2070 пошло не по плану. Завести видеопорты на самой карте нам не удалось. Так что в системе должна быть вторая видеокарта, хотя бы интегрированная. Эту в свою очередь накладывает ограничения на работу технологии синхронизации кадров и максимально доступную герцовку мониторов. В худшем случае будет как у меня 60 Гц без всякого FreeSync и G-Sync. Основная проблема. Все SMP карты идут лишь с четырьмя линиями PCI-Express 1.1. И получить все 16 линий без пайки не получится. Завести PCI-Express 3.0 опять же невозможно, но как показали тесты, на производительности это в принципе не сказывается. Разница в 10% FPS с обычной 2070. Ну и вишенка на торте. Карта не совсем RTX, так как с тензорными ядрами у нее огромные проблемы. Что выливается в невозможность использовать DLSS или Optics ускорение. Про дело в такой путь можно ответить на вопрос, имеет ли смысл вообще возиться с CMP картой. Тут как обычно все решает цена. С учетом запайки дополнительных конденсаторов CMP40HX будет стоить около 10 тысяч рублей. Что за такие деньги получится найти на БУ площадках? Например, 1660 Super. Эта карта также лишена DLSS, но при этом аж на 40% медленней и будет в более убитом состоянии. В этот же прайс встанет RX 5600 XT, но она тоже ощутимо слабее в среднем на 20% и тоже будет хорошо потрепана майнингом. Так что ответ на вопрос тут у каждого свой. Если есть возможность повозиться с картой и установить патчины драйвера, что совсем не сложно, припаять 12 конденсаторов и при этом ваш процессор имеет встройку, такая CMP карта очень выгодный вариант, у нее нет серьезных проблем кроме отсутствия DLSS. Но если процессор Xeon или Ryzen без встройки и в системе есть быстрый монитор, увы, майнинговая карта вам не подойдет. На Али продают и другие CMP карты, например 30HX превращается в 1660 Super. С учетом стоимости работ по возвращению 16 линий PCI-Express, разница в цена между ними будет лишь в пару тысяч рублей. Явно не та сумма, чтобы экономить и проходить все мытарство. Следующий уровень после нашей карты это CMP50HX. Фактически клон RTX 2080 Ti за 15 тысяч. Разница в цене близко к двухкратной, что делает майнинговую карту вполне интересной для покупки. Но разумеется стоит помнить о всех ограничениях, особенно о том, что такая карта легко способна отрисовать за сотню кадров в Full HD. И брать ее к 60 герцовому монитору без синхронизации кадров смысла немного. Брать топовую 90HX или клон 3080 за 25 тысяч, что опять же почти вдвое дешевле оригинала, максимально сомнительное удовольствие. Для такой карты уже необходимо иметь возможность подключить быстрый 144 герцовый монитор с FreeSync или G-Sync, то есть потребуется или Ryzen со встройкой, или вторая карта. Брать ее в пару встройки Intel нелогично, да и такому GPU может серьезно не хватить 16 линий PCI-Express 1.1, а 10 гигабайт видеопамяти для современных игр на ультра-настройках графики уже временами впритык. И выход за пределы видеобуфера на такой узкой шине гарантированно очень серьезно скажется на производительности. Так что интересных карт тут две, 40HX и 50. Нашу уже исправленную, перепаянную, я как и обещал, разыграю среди подписчиков нашего Telegram, по традиции вместе с двумя костюмами МК. Переходите по ссылочке в описании, щелкайте участвую, подписывайтесь, и ровно через 10 дней бот выберет победителей, если, конечно, видео вам попалось вовремя. Возможно, мы запустили новый тренд на дешевые игровые видюхи, а как считаете вы? Ссылка на все инструкции будет в описании. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, и еще увидимся. Пока.